Мы на месте. Мы приветствуем Яниса. Интересуемся, готов ли он диагностики и чистки. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо, визуально что-нибудь мешает, Вера, посмотри. У него в ногах такой круглый, как барабан. Немножко закругленный, выпуклый по краям. И на нем как такие пятна темные, разные, как кружки большие, маленькие. Это бес или демон. Хорошо, сила, мы его намеряем. Вытаскиваю этот барабан, и он идет в клетку тюрьмы, отключается полностью. Он у него, кажется, как на талии. Пристегнут. Пояс такой пристегнут, да, и вниз идет. И пояс этот выходит, все выходит, связанное с барабаном. Готово. Даю команду на счет риска, она расканирует пространство над головой. Яниса под ногами 360 градусов вокруг него. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, любые воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьму. И ответственность за эти подключки, воздействие энергии притягивается в клетку тюрьму и становится ее заложниками. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел. Яниса находит все. У него вышел демон 12 и кабрабана. Демон 12, конечно, да. Дальше лизард и арахноид. Лизард, арахноид. Все, четыре канала. И джинн. Золотой джинн. Хорошо. Начинаем тогда с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам другие вопросы. Даю команду тонкой копии Яниса спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низкой абрационной энергии в его биополе. Каналы выстроились, в сущности каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой абрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Янису. Усилий потоки в 50 раз. Хорошо, демон, что это за барабаны? Чего он здесь стоит? Барабаним иногда. Это как рулетка. Да? По кругу, по кругу. А эти черные точки, это ты подкидывал ему, да? Наоборот. Пытался собрать от него в общую копилку. Хорошо. А что же он такое делает, что у тебя такой интерес появился к нему? Что ему даже барабан еще установил. Что он делает на твоей чистоте? Упрямый он. Упрямый? Я могу развить его упрямство в свою пользу. То есть ты хочешь сказать, что он не допускает чужое мнение к своим решениям, да? И остается на своей точке зрения, не выслушая других? Или не принимая во внимание? Как мне это понять? Наверное, то, что ты сказал. Я бы добавил, недооценивает остальных. Недооценка остальных. Ну, это мы уже приближаемся тогда к чему? Гордыня. А гордыня – это чистота демонов. Хорошо. Сколько ты находишься в его биополе? Три года. В квартире присутствуешь? Мы чистим сегодня? Редко выхожу. Есть там твои подключки? Раскидал ты что-то, что-то оставил на своей чистоте? Нет. На порталами пользуюсь иногда. Ну, порталы – это другое дело, потому что они открыты, они будут сильно закрыты. Если твоего ничего нет, значит, тогда все нормально. Лизар, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Четыре года. Как у нас с реверсом, Вера? Закончен. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Яни забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли, возвращает Яни себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Сидел ты в сердечной чакре, как ты на него влиял? Ты переключал чувства, эмоции, усиливал? Лизарт? Он показывает у него в сердечной чакре, ставит такая установка, как переключатель. И он его крутит по кругу, и в голове срабатывают, как реагировать. То есть он выбирает как чистоту к нему любую. Хорошо, мне нужен пример. И давит на него. Мне нужен пример, какие чувства ты усиливаешься, и что случается после того, как ты включаешь свою установку? Он показывает, он переключает канал. Есть ситуация, он переключает канал, и у него из-за того, что это идет энергия, она как дым такая усиливается в голове, он не может ничего другое думать. Он останавливается на этом, и как застопорился. В ступор входит, все верно. Хорошо, но здесь уже более-менее понятно. Он не хочет отпускать эту волну, на которой стоит переключатель. Кто он? Янис. Янис сам не хочет отпускать эту волну? Но он не хочет отпускать. Он из-за вот этой энергии, которая в голове у него, как имеет определенную такую, как туман, она расширяется, и все, он остается в ней. И он ее дальше не хочет отпускать, чтобы никто другой не вошел в его мысли, что ли. То есть он такой, как защиту ставит себе из этих энергий. Ну, я бы не сказал, что это защита. Не слушая никого. Я бы не сказал, что это защита, это, скорее всего, побег. За то, как влияет лизарда. А все понятно, хорошо. Итак, как у нас с реверсом, мы все забрали? Да. Хорошо. Арахноэ, сколько ты находишься в этом биополе? Год и два месяца. В квартире ты присутствуешь? Да. И золотой джин. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Три года, восемь месяцев. Три года и восемь месяцев. У жены ты был четыре месяца. Объясни мне твое присутствие здесь. С чем оно связано? Ты слышал, как демон объяснял по своим частотам, что у тебя здесь. Ты говорил о желаниях. Какие это желания были? Связаны они как-то с твоим пребыванием? Или ты просто увидел возможность предложить свои услуги? Конечно, исполнение желаний не каждый может предложить. Не знаю даже о том, какую цену придется заплатить. Я веду согласие исполнения моих желаний. Я веду его постепенно, общаясь, чтобы человек озвучил свои желания. Получая это, я могу отдать свои энергии, окутать ими в обмен на действие. Понятно. И что происходит дальше? Ты исполняешь его желания? С его стороны действия. С моей стороны накопление. Конечно. Он делает какую-то работу. Энергетического запаса. Да, то, что называется у тебя энергетический запас, это золотые монеты в твоем кувшине. Ты перерабатываешь его энергию, которую он выделяет при достижении этих целей. Я бы так сказал, правильно? И зарабатывает для тебя монетку золотую. Ну что ж, здесь тогда, в принципе, мне тоже понятно. Реверс у нас закончился. Тогда начинаем с вытаскивания того, что осталось. Ну, давай с золотого джина и начнем, потому что он уже долго здесь. Золотой джин. Втягивайся всю пыль, все свои подключки, отключайся полностью. Доклады о готовности. Он с рук как наручники снимает у него. Они всегда ставят золотые наручники. Он ощущал твое присутствие как-то? Или это только был отток энергии? Как он может ощущать? Ну, подозрения какие-нибудь были. Может быть, у него какие-то боли были. Может, у него какая-то туманность была в голове. Ты слышишь, как другие интерференты работают в биополе. То есть каждый отвечал за какую-то определенную вещь, которую можно прощупать на эмоциональном, почувствовать на эмоциональном плане или на физическом даже. То есть осад. Физически не было никаких болей. Все снял. А душевные были? Болей нет. Ну, там, в принципе, без тебя уже лизард с демоном хорошо поработали. Арахно, это твоя очередь. Выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Всю паутину, иголки. Есть у тебя иголки. Как ты воздействовал? У него полностью вплетена верхняя часть головы. Покрыта паутиной. Волосы от лба ночная и выше все. Ну, это у меня у нас... Сетки в такую. Это уже, получается, незаконченность мысли. Это каша в голове. Мигрени были? Головные боли? Нет. У него вся тяжесть сложилась на плечи и шею. Я снял им. Лизард. Выходи. Вытаскивай свое гнездо. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Вытаскивай свой выключатель, переключатель. Готов. Демон. На твоей чистоте, кроме барабана, больше ничего нет? Или есть еще веревки? Или что другое? На руках есть что-то. Хорошо. Выходи. Вытаскивай то, что там на руках. Снимай. Скажи мне, есть ли лярвы в биополе Яниса? Затемнение в голове. Там, где сидел Арахноид. Еще где? Мои затемнения я снял. А в сердечной чахе, где сидел Лизард 4 года, там разве нету затемнений? Нет. Голову у него все отдавалось. В голове. Ты хочешь забрать эти затемнения? Да. Как снимешь, доложи мне, я дам тебе отдельную команду. Он снялся. Разрешай тебе забрать затемнения. Снимай и возвращайся назад. Готово. Все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Яниса с демоном, его барабаном, лизардом, арахноидом, золотым джином. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скенеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергией Янису отстегнуть все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает. Каналы. Открываю воронку в галактическое ядро. Канал уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Итак, золотой джин, я тебе сейчас... Ты сказал, у тебя осталась там пыль в квартире, где живет Янис, да? И его супруга. Осталось, да. Тогда я тебе сейчас открою портал, и ты пойдешь в этот портал, соберешься в свою пыль. И я проверю, отпущу тебя первый раз на твою чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру Яниса. 1, 2, 3. И золотой джин забирает, что принес, уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Арахнует, ты находишься тоже в квартире. Потомство у тебя есть? Нахожусь. Потомство есть? Нет. Хорошо. Я тебя сейчас отпускаю в квартиру, собираю все, что я оставил, потом отпущу после проверки. Открывается портал в квартиру Яниса. И Арахнует уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Лизард, ты больше никогда не придешь в это биополе. Тебе понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Демон, хочешь получить эмоциональный фантом? Да, он хочет. Хорошо, потому что мне он не нужен. А ты мне назовешь за это, какие первопричины на этих частотах? Что является первопричиной, из чего все вытекает? Выходит эмоциональный фантом Яниса, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкие аборационные эмоциональные энергии, генерированные, проецируется на его эмоциональном фантоме, и фантом выходит. Он тяжелый фантом такой, серо-черный. Янис, эти энергии вы сами сгенерировали, вы готовы от них отказаться? Готово. Сворачиваете энергии в шар, забираешь демон? Да. Отправляю демону. Готово. Хорошо, итак, назови мне пару частот, из чего все вытекает. Вот первопричины. Упрямость ты уже называл. Он говорит, что ты распустил все первопричины. В смысле распустил? Не понял. Отпустил по домам. Я сейчас не понимаю его. Он имеет в виду, что интерференты влияли на все его... Ты имеешь в виду, что это все причины, которые мы называли... На все его частоты и усиливали. Я их не отпустил. Они... Некоторые находятся в квартире. Первый раз я отпускаю. Если второй раз войдут, они пожалеют об этом. Ну хорошо, демон, ты остался не с пустыми руками. Вопросов больше нет. Ты готова уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Забирает, что принес. Уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Барабан он остался или он забрал его? Остался. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Значит, клетка пустая. Поехали туда. По частотам. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Янис. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно. Энергии внутри меня и вибрации, они как молнии. Очень приятные по всему телу. Отлично. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Отключайся от объекта. Квартиру Яниса ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью его квартиры. Один, два, три. Ты перед квартирой. А я здесь. Здесь перед квартирой. Портал такой. Он где-то в метре от квартиры. Начинается и вниз уходит в пол. Он сверху идет или снизу? Он начинается сверху и идет вниз в пол. Внутри уходит. Хорошо. В этом месте внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Входи в квартиру. Летко установилась в зале. Да. Арахноид. Арахноид. Красный дракон. Есть. Золотой джин. Джин. Есть. Золотой. Черт. Черт. Все. Воронок нет ничего? Нет. Какой черт? Пять. Пять. Хорошо. Начинаем с красного дракона. Красный дракон, ты все свое собрал, снял. Да, у него были палаты в спальне. Я хочу получить от тебя слово красного дракона, чтобы больше никогда ни в это биополе, ни в эту квартиру не войдешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Арахноид. Ты все собрал? Показывает он по углам на потолке у него. Все собрал. Хорошо. Больше не приходи. Ни в квартиру, ни в биополе. Понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Золотой джин, ты все собрал, всю свою пыль под ключки? Всю пыль, всю свою энергию собрал. Ну, если джин все собрал, у меня нет, тогда оснований джина задерживать. Скажи, джин, ты все-таки золотой джин. Ты знаешь, сколько тебе лет в человеческом возрасте? Зачем мне это знать? Ну, просто интересно, какие ты уже пережил времена, когда ты в нашей истории на Земле... Я свои времена пережил, в своем возрасте. Зачем мне сравниваться с человеком? Как это приблизительно в человеческом возрасте по нашему летоисчислению? Я не задумывался об этом. Хорошо, джин, нет вопросов. Как ты не задумывался, сколько тебе лет в исчислении джина? Согласен с таким ответом, вопросов нет. Готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте золотого джина, забирает, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Насколько мне лет в их летоисчислении? Причем, зная, сколько наши биороботы живут. И у нас остался черт. Ну, черт. Ты здесь мучил кошек, признавайся. Они мне пожаловались. Не было ничего такого, ничего не было. Носочки. С ними на одной вибрации. Носочки не одевал ни на кого на них? Не ездил на котах, на кошке? Нет. Не пугал их? Ну, хорошо. Давай тогда выходи. Собирай все, что я оставил в этой квартире. Ничего не забывай, возвращайся назад. У него коврики в разных местах. Все собрал. Пошли по квартире, показывай мне порталы, я их буду закрывать. Он в ванну идет. В ванне с правой стороны. Там как выпуклое, что-то стеклянный шкаф или зеркальный. Портал? Это портал, да. Открывая, поднимем воронку в галактическое дро. Портал, фантомы частицы. Портал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Идем дальше. Дальше зал, стена слева, в углу. В этом месте, в углу, внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантомы частицы. Портал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Еще есть зеркало, которое вибрирует, оно продолговатое. Рано или поздно откроется. Под этим зеркало, внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантомы частицы, портал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Еще есть. Хорошо, возвращаемся к клетке. Черт кооперировал. Черт хочет получить весь негатив, который в их квартире остался. Да. Хорошо. Даю команду. Энергия, эмоции, мысли и чувств. Готовы шары. Два средних шара. Открывая под космическим воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяя. Черт, твой шар, забираешь? Да. Отправляю черту. Готово. Найди себе новое место обитания, и все буду здесь закрывать. Все понятно? Да, найдет. Хорошо. Открывая внизу портал против часовой стрелки на чистоте черта, забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяя. Готово. Тогда давай сейчас с котиков и начнем. На счет 3 перед тобой появляется тонкая копия окошки Элия. Элия стоит перед нами. Да, есть. Хорошо, Элия. Привет. Мы пришли тебе помочь, почистить тебя. Тебе что-то мешает? Мешает. Ей космические энергии мешают. Хорошо. Их уже нет в этой квартире. Сейчас я тебя почищу. Включаем внутренний белый свет Элии. Этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены, низкоабрационные, чужеродные, находящиеся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ней в шар. Она показывает, что это как гладить против шерсти, когда они присутствуют в доме. Животное не может, к сожалению, об этом сказать. Оно просто страдает. Вышел шар. Открывая воронку в галактическое ядро под ним, шар уходит на переработку, закрывая печат и расстаряя. И в макушку головы Элии начинает поступать. Необходимое количество ей кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Все необходимые ей цвета поступают. Мощность усиливается. Поднимая частоту и вибрации кошечки до комфортного ей уровня. Поэтому ты была такая печальная на фотографии, когда тебе сегодня, вернее, когда твоя хозяйка прислала нам фотографии. Потому что тебе было не совсем комфортно. Энергии эти давят на нее, потому и некомфортно. Ну, сейчас этого всего нет. Плат тоже нет. Ничего больше нет. Готова. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Как ты себя чувствуешь? Элии ничего не мешает? Сама по себе, она себя чувствует хорошо. Пространство она пока не видела. Дать защиту. Поставить тебе защиту? Поставить. Хорошо. На счет реактивируется в ее биополе кошачья меркаба. 1, 2, 3. Активируйте эту защиту. Активировано. Готово. Так лучше тебя? Она очень хочет, чтобы все в этом доме были защищены. Это зависит от самих душ. Сейчас твои хозяева полностью почищены. В них больше ничего нет. Также нет никаких сущностей в квартире. Все порталы мы закрыли. Можешь пойти по квартире и проверить. Коты и кошки никогда на слово не верят. Ну что, будем возвращать? Пробежалась. Да, посмотрела? Посмотрела. Ну все, довольна? Довольна. Возвращаем тонкую копию Ильи в ее систему биоробот-душа. Она синхронизируется, гармонизируется со своим биороботом. На всех уровнях. Готово. На счет 3 появляется перед тобой тонкая копия кота Джо. И Джо стоит перед нами. Есть. Привет, Джо. Мы пришли тебе помочь. Обижает тебя тут сущности, да? Он мелко. Хорошо. Сейчас все уберу. Включаем внутренний белый свет Джо. Этим светом выдавливает из себя все негативное, патогенное, низкоэббрационное, чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел. Энергия выходит. Формируется перед ним шар. Готово. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. В макушку головы Джо начинает поступать необходимое количество ему кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Чистота вибрации. Вибрации поднимаются до комфортного уровня котика. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Джо. Так лучше тебе? Он просит убрать черта оттуда. Он его обижал. Он говорил ему плохие слова. Он говорил, что Джо черный, как черт. И оскорблял его. Черта я уже убрал, Джо. И порталы все закрыл. Можешь пройти по дому, посмотреть, проверить. Так лучше. Проверил? Проверил. Ну-ка, ты же не верит на слово. Хорошо. Хочешь получить защиту? Поставить тебе защиту? Хорошо. И активирую в его биополе кошачью меркабу. 1, 2, 3. Меркаба активирована. Готова. И еще тебе поставлю одну защиту, специальную кошачью защиту. Активирована. Нравится? Нравится, да. Хорошо. Ты хочешь передать хозяйке что-то? Ты на фотографии, которую нам прислали, был такой грустный. Я так и понял, что тебя угнетает. Он очень оскорблялся. Из-за этого черта, да? Да, он смеялся над ним. Ну, сейчас черту уже не смешно. Он больше никогда сюда не зайдет. Эта квартира защищена. Сейчас будет защищена. Мы поставим здесь такие защиты. Ты здесь будешь, как всегда, королем. Хозяин устраивает. Согласен. Ну что, возвращаем тогда котика назад в его систему биоробот-душа. Заводим. Мы подключаем его к каждому органу, клеточке, извиненке головного мозга. Он синхронизируется, гармонизируется со своим биороботом и тонкими телами. Он показывает, что у него не два, а три глаза теперь. Конечно, он и сзади теперь может видеть. Готово. Видишь? Подарок котику какой классный. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры и поднимаемся в свои комнаты диагностики. Пошел подъем.